друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что мои хорошие предлагаю вашему вниманию сегодняшний ролик уралки и сарафана вы знаете что хочу сказать в сегодняшнем ролике я таки нашла один плюс один единственный плюс сразу хочу сказать уралки за это огромное спасибо уралочка я так счастлива когда я увидела что твой ролик на 30 минут они на час 10 я была просто несказанно счастлива да кстати ребят мы сегодня приехали в город вернее приехали мы вчера вчера вечером вы знаете честно мои же уезжали там да кто на учебу кто на работу и так далее ну а я оставалась как раз таки за городом и вот вчера когда мы ехали уже домой въезжали в город ну поскольку мы живем рядом там 20 минут 25 минут от центра города за городом я имею ввиду я увидела город и говорю господи цивилизация но все-таки конечно за городом летом намного лучше да и зимой собственно тоже ну что приступаем с вами давайте обсудим сегодняшний ролик сразу хочу сказать что я насилила половину ролика наполовину ну как всегда сделала значит свой обзор а продолжение будет конечно же позднее обязательно ну чё уралка рулит уралка в начале своего ролика как всегда монолог от нашей красопеты привет друзья ну мы не поехали на дачу к нам приехали наши друзья из челябинска гости читаренко но вы их видели наши друзья там ну лена и сша да друзья мои помним помним эту странную пару ну чё ну давайте сейчас малинка все по полочкам разложит и тем кто не в курсе кто это я расскажу как говорится ху из ху вы знаете сразу забегая вперед хотела сказать что я даже то что ролик до конца не досмотрела я его прокрутила посмотрела нигде эту читу титаренко я не увидела в сегодняшнем ролике я так понимаю сниматься они на камеру не захотели не знаю может быть потом что-нибудь выложит какое-нибудь совместное друзья мои творчество не знаю не знаю но ранее мы имели честь наблюдать эту ужасную страшную огромную хамовитую бабищу титаренко это то ли бывший модератор уралки то ли сейчас она ее модератор на ютубе понятия не имею мне это вообще не интересно знаете много чести чтобы я знала вот этих вот страшных бабищ которая приехав как-то к уралке пару лет тому назад они приезжали к уралке на дачу вот эта страшная баба которая знаете вот может спокойно сыграть роль бабы и ги без грима это правда страшенная здоровая ребят вспомните как она сидела на качелях у уралки расставив ноги как этот борец сумма на ширине плеч вот эти космы седые прямо космы у бабки висели в разные стороны а знаете почему я так нелестно они отзываюсь потому что она орала там уралки эти эти глистатые глистатые то есть худеньких и стройных женщин девушек девчонок которые следят за собой вот это подобие да непонятно что она потому что женщиной бы я ее никогда не назвала потому что на женщину она вообще не похожа но если только на какую-то самку эти друзья мои да ну собственно да понятно почему они у уралки завидуют потому что даже на их фоне уралка выглядит как то вы знаете по симпатичнее что ли так вот это вот это вот она вот это чем о называла нормальных достойных девушек девочек и женщин называла глистатые 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 то есть если ты худенькая стройная значит ты глистат знаете ребят ну наверное у многих да был такой момент когда набирали вес то плюс там роды там беременность и так далее думаю все понимают о чем я говорю знаете и вот когда хотелось скинуть или похудеть да опять же вот нормальные люди никогда глядя на какую-то стройную девушку или стройную женщину не скажут что она глистатая они скажут да круто молодец здорово такая хорошая фигурка да но это скажет нормальный человек который не завидует а вот эти вот жабы вот прям она копия жаба баба яга а муж у нее друзья мои как раз таки глистатая зубочистка сарафан а мне интересно а ты только чьих-то мужей обзываешь зубочистками а ты титаренко мужа видел видел сарафан да у титаренко друзья мои муж как раз таки тот сам когда титаренко орала про других девушек и женщин что глистатые рядом сидел глист в скафандре ее муженек который боится сказать а слова поперек потому что сидит конкретно под юбкой вот этой вот а бабище жабище титаренко короче это что-то с чем-то ребята да да та самая зубочистка про которых говорит сарафан в общем у них там я смотрю нет золотой середины либо зубочистка либо они всего такие как отожравшиеся боровы как-то так вот представляете не повезло же действительно но видимо начитавшись тогда комплиментов кавычках в свой адрес титаренко решила больше себя страшилу не показывать да ну и что юралочка рассказывает грит мы сейчас поедем им надо тоже в питомник как и нам они приехали на своей машине а также повезем их на четвертую базу о друзья мои я же не просто так я прямо знаете всевидящее око я же всегда говорила о том что уралкины хомяки 100 процентов что-то употребляют пьют и курят но потому что нормальный человек в здравом уме в твердой памяти никогда в жизни восхищаться вот такой полнейшей деградации не будет никогда не будет говорить что о прозиговали на нашей земле это круто о обозвали славянских девчонок это круто о там показали факи в прямом эфире это круто нет это зашквар это западло это ужасно и странно что вот эти бабки этого не понимают боже ребята я смотрю это ужас какой-то вы знаете вот понятно почему они уралки завидуют потому что они сами выглядят еще страшнее уралки да представляете короче друзья мои уралка разошлась не на шутку в этом питомнике опять ей надо было все купить мне так понравился один комментарий которые написали написали у них у них на канале написали сарафан купи своему поросенку на мордник и таблеток от жадности да да уралочка решила все все друзья мои покупать все ей надо сарафан кстати глядя на то как уралка снимала его в питомнике сделал уралке замечание мол снимай нормально вы знаете если честно я тоже не совсем поняла когда она снимает ноги потом снимает туловище потом снимает все туловище за исключением головы сарафана мне хотелось спросить ты вообще в себе уралка у тебя вообще все дома ты вообще не понимаешь как надо снимать ребят я бы еще поняла если бы это была какая-то бабка который первый раз доверили камеру в руки блин это блогер который кричит мы такие крутые мы такие замечательные в общем любители снимать без башки но сарафан тоже у нас конечно вставил свои пять копеек был снимай нормально а сам нормально до сих пор снимать так и не научился уралочка говорит ой вы знаете у сафартика так камера хорошо снимает так камера хорошо снимает так все четко видно уралочка ты бы еще крутила нас поменьше а то накрутила нас как на качелях на каруселях да так что у нас у всех уже голова закружилась ну в общем да далее а что там а уралка сегодня кстати это что-то с чем-то ребята она сегодня в сильный синий своей альпаки на башке три пера в дворе да да сострижены со всех сторон мне она напомнила знаете такого пляшивого бобика с розовым цветом на голове в общем маден уралочка маден да ты как говорится как всегда не туда далее далее она говорит ой да все же надо то малина нужна была теперь еще и смородина а вот место то у нас осталось можно туда еще что-то запиндюрить на уралочки лишь бы куда-нибудь что-нибудь запиндюрить благо потом когда на это запиндюрит за этим должен будет ухаживать сарафан потом они все похерят урожая никакого не будет но контент друзья мои сняли вот собственно и все она говорит вы знаете а вот в той теплице ну в питомнике она имеет ввиду есть там такие цветы но мне в эту теплицу нельзя потому что у нас у самих полным полно цветов и говорила ну и начинает продолжать говорить мне туда нельзя сарафан решил ее подколоть и говорит потому что ты там провалишься а я хотела сказать по-другому уралки тебе конечно же туда в ту теплицу без поддержки без без группы поддержки нельзя иначе как там завалишься как на том горохе да и будут тебя поднимать все все посетители этой теплицы этого питомника ребята представляете уралка валяется валяется да было бы конечно картина маслом это было бы что-то и опять ребята они схватили черешню на сей раз взяли желтую черешню я знаете честно очень сомневаюсь что у них что-то появится что будет у них какой-то урожай что-то я у них вообще никакого урожая практически не видела там чуть-чуть малинки у них было в прошлом году да на которую за которую шла борьба между уралкой и обдушкой потому что как только она видела обдушку рядом с малиной обдушкина тоже любимая ягода малина тут же уралка начинала его гнать куда-нибудь куда-нибудь высвоясь и подальше от этих кустов ну а сама помните сидела в этих кустах малины жрала малину а еще подглядывала за голыми мужиками которые выскакивали из баньки и прыгали в водоем друзья мои она говорила ой а там мужики голые прыгают да да наверное еще и бинокль хватало дабы разглядеть хотя нет там наверное бинокли не надо было это ж не у сарафана как говорится да ну хоть где-то посмотрит и то ладно в общем ребята дальше уралочка увидев увидев значит вот собственно то что они там приобретали да начала опять намекать сарафану напевая песенку дарите женщинам цветы и без повода без повода но сарафан ее намеков не оценил собственно как стоял с этими кустами деревьями так и продолжал стоять ребята кино и немцы отдыхают короче в общем то да в общем то веселуха друзья мои вот такой у меня получился обзор да пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же мои хорошие продолжения следует субтитры сделал DimaTorzok 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 субтитры сделал DimaTorzok